МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На чемпионате мира в Оре, Швеция. Турнир начался неудачно. Вон упала в супергиганте, ударившись грудью и лицом. Однако несколько дней спустя отыгралась. В своем последнем старте она завоевала бронзу в скоростном спуске. Ощущение, будто попало под грузовик. Болят ребра, трудно дышать. Но колени в порядке, не хуже, чем были. После падения я подумала, что я здесь делаю. Я уже так стара, но я поставила на карту все. Возможно, последний старт был самым нервным в моей жизни. У меня никогда не было проблем с волнением. Но контролировать эмоции было трудно. Я счастлива закончить сильной. Финал получился сильным не только по результату, но и по композиции. Первые медали на чемпионатах мира Линси выиграла 12 лет назад именно в Оре. Вон удерживает лучший результат среди женщин по числу побед. 82. У абсолютного рекордсмена Ингемара Стэнмарка, наступавшего в 70-е и 80-е, 86 побед. Вон четыре раза выиграла Кубок мира. Такого до нее не делал никто. На счету спортсменки 20 малых глобусов. И это абсолютный рекорд среди женщин и мужчин. Линси завоевала 8 медалей чемпионатов мира. Среди них 2 золота. И 3 олимпийские. Среди них 1 золото. У нее десяток операций только на коленях. Перелом лодыжки и руки. Дважды вон эвакуировали с трассы на вертолете после падений. Вместе с Линси завершает карьеру великий норвежец Аксель Лун Свиндаль. Двукратный обладатель Кубка мира. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. Ресурс-чемпионат посвятил материал Гордону Бэнксу. Великий английский вратарь умер на 82-м году жизни. О нем говорят, что он сотворил величайший сейф 20-го века. Это было спасение ворот в матче с Бразилией. Белель считал, что уже забил. Но Бэнкс справился с ударом непостижимым образом. Помог опыт переноски тяжестей. У Гордона всегда были сильные руки. В юности он работал на угольной шахте. Еще один красивый исторический матч. Финал Кубка мира, в котором Англия на домашнем поле обыграла сборную ФРГ. Тогда мир увидел невероятное. Двойной эсфейф Бэнкса в самом конце первого тайма. Угловой подача Хельда. Мур прыгает за мячом, но не может вынести его. Оверот караулит и лупит по мячу незамедлительно. 10 метров до ворот. Бэнкс спасает, но не фиксирует мяч. Отскок точно на ногу Эмериху. Бэнкс складывается под второй удар и спасает ворота. Треснувшая от напряжения людское чрево у Эмбли скандирует имя вратаря. Описывает тот момент издание чемпионат. Лутер Эмерих потом назовет это ключевым моментом финала. Так Гордон Бэнкс не позволил ФРГ выйти вперед в финале. Англия стала чемпионом мира 1966 года. Гордон Бэнкс выступал за Честер, Филд, Лестер и Стоксити в Англии. А также за клубы США, ЮАР и Ирландии. Вместе со сборной Англии он выиграл не только чемпионат мира в 1966 году. Но и бронзу чемпионата Европы в 1968 году. Международная ассоциация футбольной истории и статистики назвала Гордона вторым в списке лучших вратарей мира в 20 веке. Он уступил только советскому голкиперу Льву Яшину. Ювентус объявил о подписании Аарона Рэмси. Валийский футболист и ныне защитник лондонского арсенала перейдет в туринский клуб летом. Их свободный агент. Ресурс Спортарена пишет, о предстоящей сделке много говорили уже около месяца. Но до сих пор неизвестно, какую именно зарплату будет получать полузащитник. За два часа до официальной новости от Ювентуса журналист BBC Дэвид Орнштейн, считающийся лучшим инсайдером по Арсеналу, рассказал о базовой зарплате Рэмси в 400 тысяч фунтов в неделю. И по его версии, Аарон станет самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории, побив рекорд соотечественника Гаррета Бейла, который получает 350 тысяч фунтов в неделю, выступая в Реале. Пишет Спортарена. Такую же информацию сообщила и газета «Телеграф». Однако «Гардиан» и «Таймс» написали о зарплате игрока в 300 тысяч фунтов в неделю и общей стоимости его контракта в 62 миллиона фунтов за 4 года до вычета налогов. И совсем уж удивительные данные опубликовали итальянские СМИ. По сообщению Sky Italia, Рэмси будет зарабатывать 7 миллионов евро в год с учетом бонусов. В переводе на фунты это лишь 118 тысяч фунтов в неделю. Более чем в два раза меньше, нежели самая маленькая сумма, которая фигурировала в британских источниках. И смотря на заоблачную сумму, цифра британцев выглядит более похожей на правду, заключает Спортарена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин